Время есть Русская Православная Церковь, и туда я сегодня иду. Маршрут я буду свой показывать и озвучивать. Сейчас я нахожусь в точке, где такой вот офигенный вид на базилику Сан-Петро, на собор Святого Петра. Видно больше, чем половина зданий, не только купол. Видно две трети собора Святого Петра. Очень место такое, место фотогеничное, место для... Фотогеничное, да. Тут я выхожу на станцию Святого Петра, стациону Сан-Петро, стациону поездов, поездов. И мы видим купол церкви Святой Екатерины. Это Русская Православная Церковь, которая находится на территории, которая принадлежит Российской Федерации. Российская Федерация, она принадлежит с начала 20 века. Сейчас мы, когда перейдем станцию, там есть подземный переход. Я думаю, мы сможем туда выйти, потому что я ранее выходил. Может быть, я ошибаюсь. Я попробую, по крайней мере, отсюда туда пройти. Но, по-моему, у меня получалось. Вот. И далее уже я подключусь к стабилизатору. И уже буду читать историю относительно всей этой территории. Территории того мест... Короче, я немного ошибся. Не туда пошел. Пошел я налево. Здесь есть подземный переход. Мы по нему пройдем под железной дорогой. И под станцией Рома-Сан-Петро. И уже выйдем в район, где находится как раз-таки наша цель. Вы видели, да, как вода заправляется газом? Шутка, шутка. Там просто вода кончилась, газ остался. Вот и вся ерунда. Здесь подземный переход. Как я помню, я вроде бы отсюда туда шел. С памятью туго. Ну, по-моему, так. Выход сюда. Здесь есть Вье, Кливо, Димонте, Дель Кало. Так, ну вот, я пересек. И мне бы вот, по идее, туда. Идем мы к Вилли Абамелек. Вообще, это фамилия последнего владельца. Вот. Я вам буду читать, потому что, когда подойдем, начну съемку. По-моему, туда. Я, может быть, ошибаюсь. Слушайте, если я не туда зайду, то я сделаю поправку. Нет, ребята, я не ошибался. Вот она, церковь Святой Екатерины. Святой Екатерины мученицы. Не Екатерины Второй подразумевается. Вот. Красивая церковь. Так, находится она на территории вилла Абамелек. Абамелек. Церковь Святой Екатерины. Блин. Так, она не работает, как ранее. То есть, в определенные часы открывается. Ввиду сложившейся ситуации, она сейчас так. То есть, доступ сюда ограничен. Скажем, церковь Святой Екатерины находится на территории виллы Абамелек. Вилла Абамелек, получившая свое название в честь последнего владельца князя Семена Абамелек Лазарева. Была построена еще в 17 веке как вилла Тори. Впоследствии она не раз меняла владельцев, пока в 1907 году ее не купил Абамелек Лазарев, после смерти которого вилла по его завещанию перешла в собственность России. Сегодня на вилле находится резиденция посла России в Италии. На ее территории, помимо главного дворца Бельведер, находится дворец Мус, охотничий домик, домик Гарибальди, а также жилые здания посольства, школа, больница, театр, спорткомплекс, церковь Святой Великомученицы Екатерины, которую мы видим.